И снова мы продолжаем наш мануальный тренинг по специальному мануальному массажу. С вами Олег Аллаф Гудвин. И сейчас рассмотрим теперь частный случай. Вот тут обнаружено, что у человека заблокирован сустав. Разблокировка крестцового подвздошного сочинения и подвздошно-поясничного сочинения. Идут мышцы, соответственно, вот так вот они идут, да, как он говорил, такой галочкой. И вот так вот по звонкам. Вот эти мышцы, они напряжены, вы даже можете почувствовать вот с этой стороны, да, вот пройти здесь подвезд же, и с этой стороны. Вот, во-первых, сразу уже выше, да, то есть это у него повернут, получается, таз чуть вверх, вот так вот сюда. Ну, кто хочет пощупать? Пощупать просто вот здесь, вот, чтобы понимать, да, вот она может стоять. И здесь. Здесь она мягкая, да? Да, вот прямо отсюда, смотри, вот отсюда чупать. Ты отсюда сходишь, и вокруг косточки, вот туда, вниз. Да. Вот здесь она, вот, жёстче, да, больно, а то мне. Да, это спрашиваю, больно, с какой стороны вам больно? С какой стороны? Обязательно спрашиваю, потому что она мягкая. А тут вот, 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 вот так, да, да. И кочки это выше, чувствуешь, там даже визуально, наверное, видно, что она, вот, вот отсюда. Вот отсюда видно, да, что он лежит, да. Уберутся так, она как бы выше. Выше бы сюда, от стола, от стола вверх. А, от стола, да. Вот, нет, ямочки, где ямочки. Да, да. Вот она больше, чувствуешь, больше напряжения. Да, и напряжение больше, да. Человек может из-за живота лежать немножко неровно, да, когда мы его чуть подрываем. Так, всё, 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 сомневался так. Вот вроде они вырвались, да, в резонтаре. Но все равно, тут напряжение всё чуть-чуть выше, да. Значит, вот теперь часто случай будем прорабатывать, да. Ну, во-первых, мы опять поверхностно растираем это всё. Входим в этой зоне достаточно глубже потом потихонечку в мышцах. И тут надо вот эти мышцы отодвигать от позвоночника в сторону. Дополнительно, мы будем иметь, просто что-то же, к партнерной зоне поближе. Вот. Проработаем вот с этими мышцами. Каким способом? Мы их растягиваем в глину. Растрясаем поперёк. Раскачиваем, да. Вытягиваем вбок. Сюда, нам, расширение. Это уже часто, ваканский случай. Можно применить метод ревизинга, но тут тяжело немножко получиться. Метод ревизинга это как? Вот, соответственно, просто мышцы очень короткие. Здесь вот так мышцы идут, они такие коротенькие, по сантиметру буквально. Ну, здесь побольше, здесь сантиметр-три, где-то четыре мышцы вот такие. Держат ревизинга вот эту косточку. Значит, ревизинга, это как? Это мы берём мышцу, да, и растянули её сбок. Тянем, 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 и палец потихонечку как бы не отпускает, она растягивается. И паста её разглаживается. Там, наверное, паста переключена. Паста один из формироваться от мышцы. И то же самое вдоль. То есть мышцы идёт, да, она может вдоль и так же растянуть. Потихонечку что-нибудь сходим, и мышцы расстреляются. То есть берём, находим это место, да, и вот теперь я не просто давлю, а я, кажется, ничего не делаю, да, а пальчики, так сказать, вбок. Вот позвоночник только. Вот, в правую зону. Вот, растянули тут подферёк, если вот уже мярче стало. Ну, пощупал, смотри, мярче стало. Там рядом видно. Но больше есть, да? Да. Да, да, до конца, но она уже мярче. Теперь растягиваем вдоль её. Вот, сейчас-то просто на видео, поэтому чуть-чуть людей не будет, но я просто покажу, что мы растягиваем вот так. Теперь метод точечный. Это источечный массаж, когда мы прожимаем точку, это где мышца закреплена, обычно кости крепятся, да, либо с этой стороны, либо с этой стороны. Таким образом, что мы сильно передавливаем это место, человеку больно. Мы заставляем его продышать, он дышит, 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 дышит. Потом, по принципу эффекта шланга, отпускаем, и кровь вклынула в мышцу, и если там есть какая-то пробка, да, и всё пробивает, выводит. Вот, насчитываю, теперь самое больное место. Здесь, давим сюда, дыши, выдох, уменьшая давление, если человек спрашивает, то всё, всё, всё легче. Отпускает, да? Ну, вот, подушечки пальцев, он чувствует, что там, он отпускает, он начинает мышцы играть, начинает дергаться, убегать, из-под пальцев, он начинает так играть немножко. И расслабляется. Второй точки мы не найдём. Можно ещё подплепиться. Именно второй местоприктупления тут мы не найдём. А вот теперь, квадрат, мышцы, нужно найти. И тут тоже больно. Вот ещё нужно, конечно, протянуть. В него, прям, туда. Да, туда, прям, туда, в таз. Наверное, поусилует. Решим. Легче тая, да? Ага. Теперь вот тут. Тут тоже больно? Да. Тут уже легче, да. Ну, вот, в основном, вот, главное, снижение. Вот туда. Ага. Так же, в две стороны. Так, ещё раз вдох. Выдох, выдох, выдох. И расслабляемся. Ого. Ещё раз вдох, выдох, выдох животом. Почему животом? Потому что, видишь, когда он поднимается, нет, на краксе, ещё раз вдох, выдох и расслабляемся. Вот. Потребляще? Ага. Вот, потому что поясницу держат вот эти вот мышцы, они вот так скреплены, да? И они опоро-вертибальные, они вот так вот поднимают, опускают, да? За счёт движка не и животом, да? Ну, как бы, дополнительно поднимаем поясницу, расставляем. Пусть опускают. Туда-сюда-сюда-сюда. Вот, дальше. Вот эти короткие мышцы, да? Ну, мы отдельно размяли, да? Вот, туда-возошли. Теперь пробиваем их, из пальца делаю такой молоточек, да? И по нему стучим пояс. Надо вот очень глубоко залезть прямо вот туда. Если не получается вот так вот стучать, да, то стучите по косточке. Вот, растунули, расслабили. Есть ещё разные приёмы с ремнём. Об этом я отдельно покажу в следующем видеоролике. Вот как мы применяем ремень, чтобы приподнять человеку поясницу и растянуть её дополнительно. Но сейчас мы попробуем мануальным приёмом поставить вот эту воздушную кость относительно крестца. Чуть-чуть подвинься ко мне, на то я стою на этот. Ну, всё, 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 не надо. Разворачиваем колено в одну эту сторону. И ловим щупарьми. Клистец, да? Сама вот эта косточка вот она. Вот она здесь. Мы её ловим, ищем, как она более неудобна. Какой поздь больше неудобно лежит. Вот так вот. Так, понятно. Теперь упираемся в неё. И примерно от 40 градусов по диагонали. Идём от оси человека в сторону и в пол 40 градусов. Уперлись, продавили. Продышали. И резкий моделизационный толчок. Если не получилось, ну, может, этот хруст прям раздастся, вы услышите, что именно в этом всё ошивнение. Лисово-подвздошно. Тогда дополнительно, пока он там расслабил, в этот момент, да? Дополнительно мы растрясаем ногу и вправляем. Всё, расслабились. Так, сейчас проверим. Ну, болевой синдром ещё остался, да? Чувствуешь? Это вот достаточно. У нас стали гораздо мягче. Вот, так мы прорабатываем локально каждую зону, да? Уже более глубже и детально, да? С конкретным местом изучаем. Где там, это может быть, нога, шеи, лопатка, плечо, да? Дельтовидные мышцы. И примерно подобным способом, да, будем наши работы до конца. В принципе, тут ещё есть некоторые способы, да? Я их покажу в следующем видео. А с вами не прощаюсь. С вами был Олег Алабгудвин. До новых встреч, дорогие друзья.